Старт в науку сулит большие возможности Старт в науку сулит большие возможности Лучшие инновационные проекты фестиваля будут представлены на Международном форуме «Армия-2019». На нем воспитанники суворовских и кадетских военных училищ, занявшие призовые места в научно-технической экспозиции Международного фестиваля «Старт в науку», покажут свои проекты в рамках секции Минобороны России. Об этом заявил председатель жюри фестиваля начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, обращаясь к его участникам. По результатам фестиваля 11 лучших инновационных проектов, отобранных из 200 представленных работ, будут экспонированы на стендах Минобороны России в рамках форума «Армия» в июне 2019 года. Актуальность и проблематику некоторых из проектов можно сравнить с научно-исследовательскими работами, которые проводятся в военных вузах и институтах. Задача организаторов состоит в том, чтобы лучшие из вас продолжали развивать свои способности, занимаясь серьезными исследованиями в составе научно-исследовательского комплекса вооруженных сил РФ, отметил генерал-майор Гончаров. В течение четырех дней более 250 кадетов, суворовцев, нахимовцев, воспитанниц из 29 довузовских образовательных организаций Минобороны России представляли свои работы в разнообразных областях науки. Талантливая, нестандартно мыслящая молодежь – залог технологического роста и укрепления обороноспособности нашего государства. Выставку работ участников фестиваля посетили начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмян. Они ознакомились с выставочными образцами и прототипами устройств, созданными и изобретенными учащимися в ходе подготовки к фестивалю. Особый интерес вызвали работа ребят из инженерной школы Привоенно-воздушной академии из Воронежа, которые представили дрон, способный изменять положение корпуса с помощью свободно двигающихся двигателей. Также была оценена разработка московских суворовцев, которые показали прототип разведывательной машины «Дозор» с местом для стрелка сзади и возможностью интеграции разведывательного дрона. Алексей Дюмян даже прокатился на нем по территории выставки, чтобы оценить работу ребят. На церемонии закрытия генерал-полковник Виктор Горемыкин передал приветственные слова от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, сообщив, что глава военного ведомства передал всем участникам пожелания дальнейших успехов в учебе, учебной, экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. Талантливая, нестандартно мыслящая молодежь, способная инициировать самые смелые идеи и реализовывать их в оригинальные проекты – это залог технологического роста и укрепления обороноспособности нашего государства, говорится в приветственном адресе, который направил генерал армии Сергей Шойгу участникам фестиваля. В свою очередь генерал-полковник Виктор Горемыкин, обращаясь к воспитанникам, воспитанницам и юнармейцам, отметил, что ребятам стоит смелее выдвигать новые идеи и гипотезы, заглядывать за пределы досягаемого и опережать время. Кроме того, начальник главного управления кадров Минобороны России обратил внимание на то, что фестиваль впервые проводится в международном формате. На него приехали представители довузовских учебных заведений государств-участников СНГ из Белоруссии, Армении и Узбекистана. Фестиваль также стал интеллектуальной площадкой для состязания юнармейцев из 14 регионов России. Губернатор Тульской области подчеркнул, что подобные слеты закладывают прочный фундамент для будущего нашей страны. Вы находитесь на нужном пути, слушайте своих преподавателей. Дерзайте, находите новые решения, идите в ногу со временем, учитесь и читайте книги, всегда будьте в поиске нового. Пусть из тех, кто здесь находится, появятся новые Шипуновы, Грязевы и Макаровы, обратился он к участникам фестиваля. На церемонии закрытия были подведены итоги и награждены лучшие. Так, в командном зачете первое место заняли представители Московского Суворовского училища, на втором месте девочки из пансиона воспитанниц Минобороны России, третью строчку заняли тульские суворовцы. Команды-победительницы получили призы из рук генерал-полковника Гаримыкина. Награды были вручены еще в четырех специальных номинациях. За глубину и научный подход в области исследования ее получил кадет Андрей Агафонов из Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, проводившего исследования систем энергообеспечения оружия на новых физических принципах. За содержательный анализ исследуемой проблемы приз получила учащаяся пансиона воспитанниц Минобороны России Елизавета Дорожкова, занимавшаяся разработкой универсального трансмиссионного масла для всех типов военной техники, эксплуатируемой в условиях Арктики. За оригинальность проблемы и ее решение был награжден воспитанник Московского суворовского военного училища Антон Каравин, который нашел новое в истории возникновение и перспективах применения камуфляжа в военной форме одежды. За авторский вклад в раскрытие избранной темы награду получил представитель Тульского суворовского военного училища Иван Селезнев, сумевший погрузиться в тему лингвокультурных особенностей выражения грамматического концепта «Будущее в английском и русском языках». В этом году 14 человек победителей и призеров секции «Точные и технические науки» будут включены в информационный ресурс военного инновационного технополиса «Эра». При этом планируется, что сам технополис станет площадкой для проведения фестиваля «Старт в науку» в следующем году. Александр Пинчук, «Красная звезда».